Следующий вопрос, который поступил на наш библейский портал Экзегет, касается о любви к Родине. Вы знаете, мне часто приходится встречаться с молодежью, и вот я задаю вопрос, а что такое патриотизм? И как правило, кто-нибудь находится, кто говорит, что это любовь к Родине. И в основном с такой формулировкой соглашаются все. Ну вот тогда надо задаться вопросом, а что есть Родина? И я такой вопрос перед молодежью ставлю. И вы знаете, чаще всего слышится ответ, что это некое место, либо где я родился, либо где мне хорошо, либо где мои родственники, но речь идет о месте. И я тогда задаю вопрос, а какой корень в слове Род, Родина? И все говорят, да, Род. Что есть Род? Вот мой род, так это все мои предки, да? А какие слова образования есть с корнем род? Родители, родственники, родня, родные люди. То есть, когда мы говорим о Родине, мы все-таки говорим не о неком месте, а все-таки под словом Родина – это люди. Это люди. Тех, которых я люблю. Но в силе люди относятся к Родине. Ну, например, в разных странах исповедуют разные традиции. Так вот, когда я задаю такой вопрос, там, скажем, а нам нужны традиции, которые уже становятся таковыми в Европе, там, общество ЛГБТ с нетрадиционными ориентациями и так далее. Молодежь отвечает, нет, нам это не надо. Правильно? Потому что это не наша Родина. Это не те традиции, которые мы готовы защищать. А у нас христианские традиции, слава Богу, сохраняются. Мы по пути легализации греха все-таки не идем. Поэтому под словом Родина понимаются не только люди, но люди со своими традициями, которые издревле на Руси. Во всем ее многообразии. Но тогда, если мы разобрались, что есть Родина, то зададимся вопросом, а что есть любовь к Родине? И такой вопрос я тоже всегда ставлю перед молодежью. Что это? Он часто говорит, это чувство. Но чувство изменчивое. Вот стало мне страшно, и я под страхом смерти взял и предал свою Родину. Чувство всеизменчивое. Ни одного чувства в человеке не бывает постоянным. Сегодня люблю, завтра ненавижу. Так в народе говорят, от любви до ненависти один шаг. Так что есть любовь? И что есть высшее проявление любви? Господь говорит, нет больше той любви, чем жизнь отдать за други свои. Своя. Господь говорит, что так Он возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единорода, чтобы всякий верующий, он не погиб, но имел жизнь вечную. Любовь – это всегда истинная любовь. Это всегда, она, во-первых, деятельная. Во-вторых, она всегда созидательная. И она никогда не перестает. Так говорит Священное Писание. Языки умолкнут, и знания прекратятся. А вот любовь никогда не прекратится, если она истинная. Так вот, под любовью надо понимать не чувство, не некое состояние чувственной души, а это воля. Любовь, она всегда принимает решение, да, в пользу другого. Никто не ищет своего, но каждый в пользе другого. Если я кого-то люблю, то я готов за этого человека пожертвовать даже своей жизнью. А что такое опять жертва? Это осознанное принятие решения, что я рискую и жертвую своей жизнью. То есть любовь – это состояние воли. Это способность человека принимать решение в пользу другого, а не ради себя любимого. И поэтому она жертвная. Господь говорит, служите друг другу любовью. Ибо и я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и отдать жизнь для спасения многих. И вот мы должны воспитывать молодежь нашу с самого маленького возраста, с дошкольного, именно в любви к родине. Но когда это возможно? А когда мама любит папу, папа любит маму, и оба любят ребенка. И тогда он живет в любви, в радости и счастье. Поэтому всегда основным примером для ребенка, как, что значит любить и как надо любить, всегда являются родители. Если ребенок видит эту любовь, их… Кстати, воспитывается ребенок не папой и мамой, а любовью, которая существует между ними или отсутствием таковой. И тогда ребенок либо вырастает добрым, хорошим человеком, настоящим, будем говорить, человеком, или он злобным, ненавидящим, завистливым и так далее. Это зависит от того, какие родители. Яблоко от яблони далеко не падает. Иногда матери говорят, или там папа, да в кого такой родился? Я не такой. Да нет, нет, такой. Просто гордыня мешает увидеть это. Мы всегда думаем о себе лучше, чем есть на самом деле. В прелести находимся, то есть в блести себе. Так вот, любовь к родине прививается всегда примером. И родители – это первые, кто является примером любви или нелюбви. К своей родине. Друг другу и к ближнему своему. И любви к себе. Надо помнить, что любовь к ближнему, возлюбив ближнего, как самого себя, значит, надо научиться сначала любить себя, но не эгоистичной любовью. В кавычки слово «любовью» берем. А Божьей любовью. Божьей. То есть, которая направлена на служение другим людям. А потом в школе, когда ребенок уже учится, для него появляется примером сначала учитель. Вот первый, четвертый класс. Учитель – он самый большой пример после мамы и папы. А потом, в подростковом возрасте. А это те, кто окружают. Уже все там формируются команды. Появляется кто-то наиболее уважаемый, авторитет. Этот авторитет может быть совершенно негативным. И поведет туда, куда не надо вашего ребенка. А может быть и положительный пример. Если там ребенок, например, тренируется в секциях каких-то спортивных, посещает какие-то занятия, где нормальный православный человек преподает. Тогда он будет и примером таким добрым, хорошим своего поведения. Я могу сказать, что в жизненных обстоятельствах, когда происходят трудности, они всегда будут. Без этого невозможно. Скорбьян должен прийти. И они обязательно бывают. И вот когда я был ранен, что мне помогло выстоять? Да, вот я в 27 лет, будучи летчиком, пусть списанным на время с летной работой, но я мечтал вернуться на летную работу, вдруг без ног остаться. Ну, понятно, что не только уже летная работа, уже и в армии не оставят. Да еще и холостой, еще и неженатый. И куча вопросов возникает. А как быть дальше? Как жить дальше? И вот что мне помогло пройти все те испытания, которые я прошел в связи с ранением? Пример. Пример летчика Великой Отечественной войны, герой Советского Союза Алексея Моресьева. Именно то, что я прочитал когда-то в детстве о нем поясе о настоящем человеке. Посмотрел фильм. И когда я очнулся утром и увидел себя там, правая рука загипсована, скинул левой рукой простыночку белую, которая была, она не увидела остатки ног, тоже загипсованные. Вот наступила, как говорится, минута Че. И в эту минуту могли быть разные мысли. Ну, например, как я теперь, бедненький, несчастненький, без ноженок буду, все теперь меня уволят из вооруженных сил, куда пойти, кем быть, как жениться, и куча-куча других вопросов. Ну, вот вы знаете, в тот момент передо мной, как икона, стал образ Алексея Моресьева, вот как живого. Я вот так смотрю на него, и во мне идут череда такой мыслей. Он советский человек, я советский человек. Он летчик, я летчик. Он остался без ног, я остался без ног. Но он же вернулся в боевой строй, бил фашистов, будучи на протезах. А почему я не могу? Значит, я могу. И все, я махнул левой рукой на свои остатки ног и сказал, а, ерунда, новые сделают. И все, у меня как отрезало, больше никогда не возникало никаких мыслей, ни тени, даже сомнений, что мне не удастся сделать то же самое, что Алексей Моресьев. И действительно, прошел год, и я зашел в главный штаб ВВС в военной форме, строевым шагом. Полковник, который должен был проводить со мной беседу, даже не понял, что я на протезах. Говорит, а пощупать можно? Ты точно не врешь? Я говорю, нет, не вру. Подошел, пощупал, убедился. И мне не пришлось больше никого уговаривать, чтобы остаться в армии. Мне захотели оставить в армии, чтобы я тоже послужил примером для других. И могу сказать, что спустя еще несколько лет была ситуация, когда ребята из Чечни были тяжело ранены и были на грани самоубийства один из них, из двоих. И меня попросили послужить таким примером. И ребята меня видели только на коляске, без ногого, как говорится. А потом я через неделю зашел к ним в военной форме, на протезах, и у них тоже округлились глаза. Они не думали, что вот я могу так ходить. И захотелось им тоже прыгать с парашютами, чтобы было сделано парнем через год. И вот от состояния на грани самоубийства он, наоборот, ожил. И, как он сам потом и сказал, давая интервью на телевидении, что вот мой пример ему помог встать на ноги, что я его этим прыжками с парашютом заразил, и он то же самое сделал. Поэтому любовь к родине должна воспитываться все-таки примером прежде всего. И чем больше примеров таких будет в школах, тем лучше, тем лучше. Поэтому надо идти по пути, самим возрастать в любви, и тогда, и вокруг нас наша молодежь тоже будет любить свою родину. Спасибо. Спасибо.